здравствуйте сегодня на канале автоплюс передача попутчик сегодня нашим попутчиком нашим гостем студии является илья сорокин автомобильный галерейщик и первый вопрос илья что же собственно такое галерейщик применительно к автомобилям здравствуйте наверное галерейщик или галерист это человек который проводит выставку названием ултаймер галерея это не просто автомобильная выставка это выставка старинных автомобилей или ултаймеров как мы их называем взяв эту моду у немцев автомобили старше 30 лет находящиеся в частном владении или музейном владении неважно в превосходном техническом состоянии полностью оригинальные без каких-либо изменений переделок вот такие автомобили дважды в год мы собираем под одну крышу в огромном павильоне называем это ултаймер галереи по этому прозвучали слова что эту моду мы взяли это модное слово мы взяли в германии а сама мода на старинные автомобили это тоже только как мода как дань веянию времени или все-таки это что-то большее нет это что-то больше есть такие люди они были во все времена я думаю которые смотрят не столько вперед сколько назад люди которым нравится что-то старое проверенное временем которые что-то коллекционируют собирают показывает знаете наверное музей бы не было если бы не было таких людей и просто наше увлечение оно применимо к автомобилям вот так мы такие люди любим старые антикварные автомобили технический антиквариат вот как я это понимаю дело в том что относительно германии это все в общем понятно у нас стране у нас такая уникальная страна в которой нет собственно автомобильной культуры нет автомобильных корней как вот это увлечение сочетается с такой грустной реалии нет но появляется приходит не было я бы сказал да не было потому что конечно то что сотворили наши отцы и деды с наследием доставшимся от германии после войны сколько было привезено замечательных автомобилей хорьков майбахов это фактически страна представляла собой в общем музей под открытым небом как час куба это музей американских автомобилей под открытым небом так советский союз был музеем немецкой автомобильной классики а вот из-за отсутствия культура и понятно вопрос вот такой еще есть изначально у нас увлечение автомобильной классикой начинал все-таки с автомобилей из германии штатов сейчас у нас возрождается интерес к нашим автомобилям к нашим отечественным автомобилям это все вопрос пресыщения американцами европейцами или это все же все же возникают корни вспоминается конечно люди стремятся коллекционировать автомобили которые им ближе если у тебя в детстве не было дедушки который возил тебя на майбахе а был дедушка который возил тебя на победе или на москвиче и ты физически помнишь это как вот ты был условно говоря там в шорте когда садился на сиденье разогретое солнцем и вот это ощущение яркого солнечного утра до жгущего сидения дедушки доброго за рулем вы там поехали не знаю куда-то на ипподром например да конечно когда ты созреешь до какого-то в какой-то момент тебе захочется точно такую машину точно такого же цвета возможно когда сам станешь дедушкой тоже внука покатать ну вот вот это вот это близко а майбах для меня например это просто дорогая машина так же как я вижу сейчас современный майбах проезжает по улице ну для кого-то наверное да я наверное мне ближе наверное отечественная основной идею понял прозвучал вопрос цены цены в денежном выражении цены в эмоциональном выражении и и вопрос отсюда следующий ценность большинства автомобилей которые у нас сейчас есть они вызывают ну некое сомнение не завозились непонятно каким путем реставрировались тоже не всегда обычно есть какие-то экспертизы или специальные люди которые готовы сказать насколько большую ценность историческую представляет такой автомобиль у нас стране или за рубежом у нас стране мы про нас у нас ну тяжеловато с этим потому что есть конечно эксперты которые не всегда адекватные на самом деле я скажу так есть два периода до 90-х годов и после 90-х годов вот до 90-х годов когда наши автомобили выбирались куда-то за границу пробег на какой бывали такие случаи в конце восьмидесятых наши думали что они сейчас поразят европу своими автомобилями а там условно говоря немцы и испанцы смотрели на эти автомобили пробегу москва-барселона смотрели на эти автомобили и так вежливо говорили да неплохо наш ну как реставрация как же да нет вы знаете вот вот этот автомобиль это хороший объект для реставрации в лучшем случае а вот все остальные лучше бы вы их вообще не трогали вот это было обидно а сейчас другое сейчас автомобиль это привозится если говорить об отечественных автомобилях это одна песня если говорить о в автомобилях зарубежных то их привозят сейчас покупая за границей со всеми сертификатами со всеми документами со всеми со всей родословной и конечно они безусловную ценность представляют это все подтверждено если человек купил на аукционе кризис автомобиль то тут уже вопрос доверия не этому человеку не этому автомобилю аукционному дому где он покупал хорошо все-таки после аукционов машины как правило все равно везутся на экспертизу и если такие случаи когда наши отечественные покупатели таких эксклюзивных автомобилей везли эти машины на экспертизу германии в европу ну или уже если уж уточняю то владельцы старинных раритетных мерседесов обращались ли mercedes benz classic да конечно очень многие пользуются такой услугой как проверка родословной мерседеса то есть достаточно по номеру при предоставить номер представительства mercedes в россии они пробьют это все и кому эта машина принадлежала когда была выпущена полностью всю родословную владельцу ну не за обязаны предоставить или будут любезно предоставить и так далее есть такое конечно но вот еще такой нюанс всего было выпущено порядка 30 автомобилей mercedes benz ss kk всего сейчас в мире реально существует порядка 62 66 вот как объяснить они плодятся просто плодятся но это контрафактный новодел просто как они плодятся как жизнь относится к таким машинам но также 300 sl крыло чайки знаменитые то тоже та же история ну как сказать покуда же покуда есть на свете дураки обманом жить кому-то стало быть с руки это не это не у нас делается это делают немцы делают самолеты занимаются контрактом да 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 это это факт это факт у нас до этого мы до этого еще не даст вот я как раз хочу сказать тогда такую вещь чтобы мы уже понимали расстановку сил по этому вопросу понимаете как не немцы они как раз спокойно относятся к очень многим вещам у них уже устоявшийся рынок годами десятилетиями если он где-то что-то схалтурит его никто с этого рынка все равно не выбьет он себя уверенно чувствует и он спокойно относится к очень многим вещам которым у нас относятся очень нетерпимо потому что маятник какой-то в другую сторону понял тебя по поводу того как как этому относятся в германии и в англии в других уважаемых странах давай попробуем пообщаться после небольшого перерыва а сейчас я предлагаю посмотреть как с этим дела обстоят у нас ну в частности на твоей галереи алтаймер сюжет подготовил мой коллега андрей леонтьев смотреть свысока на российских реставраторов российских коллекционеров и уникальные без всякой иронии образцы самобеглых экипажей которые хранятся в их собраниях невозможны скорее наоборот те образцы классики те раритеты что были выставлены на последний уже седьмой алтаймер галереи заставляют тянуться до своего уровня галереи идет ленинским курсом лучше меньше да лучше в этот раз как никогда трудно было расставить акценты ведь если пару лет назад например ламбордини лэн 002 могла оказаться в центре внимания то сегодня говоря языком маяковского я такую жигулевскими фарами не хочу даже ставить книжку минимум экзотика сверкающие мыши рой чрезмерного избыточного хрома поигрывающие вычурными формами и гремящими по брехушками все чаще и чаще уступает место изысканным своей сдержанности вот таким вот аристократичным образцам как mercedes-benz 320 кабриолет а машина буквально восстала из пепла вячеслав лен с другом нашли его чудо в афганистане выменили бруду ржавого железа на новый land cruiser дальше почти три года реставрации это самый интересный автомобиль из серии 320 их там было выпущено не более 30 автомобилей он он является крайне редким сегодня любой коллекционер на западе мечтает такой автомобиль иметь вот еще один уникальнейший образец техники который можем назвать так не из-за числа выпущенных экземпляров таких танков t60 было сделано 6000 штук сорок первого по сорок третий год а из-за судьбы конструктор астров в инициативном порядке меньше чем за месяц проектирует этот танк и опускает письмо сталину с предложением наладить его серийное производство и еще менее чем через месяц начинается это самое серийное производство случай в истории техники уникальна история конкретно этой машины уникально вдвойне она стала первым танком прорвавшим блокаду ленинграда и погибла в том же сорок третьем году ну а второе рождение этой боевой машины состоялась лишь в прошлом 2005 году и произошло это как ни странно в клубе родстеров и кабриолетов а вот этот вот смешной забавный крохотный бмв дикси собственно машина с которой началась история фирмы бмв машина который до 65 года возила по казани почту как ни странно тоже имеет прямое отношение к бронетанковой теме с 28 года в городе казани существовала засекреченная школа в которой обучали будущих нацистских танковых генералов по версальскому договору немцам запрещено было иметь реальные танковые войска брони автомобилей и прочее и для отработки танковых сражений использовались либо деревянные макеты на велосипедных колесах либо дешевые автомобильщики вроде этого вот и действие этих автомобилей в тридцать втором году играли роль танков на коза в казанской школе загримированной под школу с авиахима илья ну вот что мы сейчас чтобы видели это что ярмарка тщеславия рынок или демонстрация своих возможностей то и другое третье потому что у каждого участника выставки есть какие-то свои причины выставить на всеобщее обозрение свое скажем так сокровище кто-то с целью продажи банально целью продажи кто-то с целью найти заказы на реставрацию кто-то в тщеславе вот например совершенно не недавно был звонок человек говорит я приобрел на аукционе монте-карло три автомобиля хочу приехать вам показать фотографии но я очень скептически к этому отнесся очень скептически как выяснилось зря приезжает человек показывает и тала двенадцатого года rolls-royce двадцать третьего года cadillac двадцать седьмого года все машины в превосходном состоянии все он я что вы хотите но я даже не понял сначала цель приезда как что я хочу участвовать в вашей галерее хочу поставить эти автомобили хочу чтобы рядом с ними были красивые девушки чтобы это все было правильно оформлено игра зачем ну такой вопрос вы что продаете зачем продави я только что купил а зачем я хочу чтобы мои машины посмотрели люди вот я ходил на вашу вышку смотрел очень приятно было меня я бы хотел себя представить на месте участника выставки ну вот что движет этим человеком вообще-то выско чудаков так если уж откровенно говорить потому что нормально ведь современные автомобили занимается но вот этот пример это исключение в основном практика такая что многие коллекционеры прячут своей коллекции прячут свои сокровища но вот например уважаемый всеми нами господин черномырдин никто так ни разу и не видел его коллекцию хотя разговоров об они ходят очень много ну во первых мы неоднократно видели самого господина черномырдина на наших галереях а во вторых плане что ему не хочется девочек вокруг его машин возможно на следующей выставке уже на следующем седьмом году будет экспозиция столетия императорского гаража вот в такую экспозицию господин черномырдин вероятно предоставит парочку из своих из автомобилей своей коллекции но у него не вся холик коллекция хотя бы на руках нет 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 у него использования граторского гаража советского периода же вот просто это условно столетие императорского гаража не обязательно заканчивать семнадцатом годом или восемнадцатом династия прервалась а традиция императорская она же и дальше то есть мы императорский гараж да ну и машин автомобиль и сталина ленина там и далее везде они же они тоже вполне то же в этом зевари ну условно условно а какого вообще обороты сейчас рынка антикварных автомобилей в россии кто-то следит за этим кто-то может я могу отвечать только за себя и за свою галерею страховая стоимость экспонатов которые выставляются вот последний последних наших галереях оцениваться в десятки миллионов евро суммарно вот а за весь рынок за всю россию я вам не скажу за всю россию ну а как дела обстоят с другими неотъемлемыми атрибутами другой но любой другой западные выставки автотусовки с военной техникой например почему и у нас так мало военной техники отечественные ну и отечественной и западной военной техники отчасти это связано с тем что свободное владение танком или бронеавтомобилем или самолетом боевым у нас затруднено в силу особенностей нашего законодательства ты про техосмотр или про что я про военную приемку но снимается же вооружение снимается оборудование с этого танка и бронетранспортера и не переходит совершенно другую категорию но если техника интересная сама по себе конструктивно уникальный танк например какой-то подняли дату министерство обороны вполне может наложить лапу и этот танк отправиться в один из закрытых музеев потому что почему я не могу не могу сказать почему я знаю что то что в англии не так например да я если это советский там да потому что нет культуры опять же определенный до врача не может ехать по улице города со специальными резиновыми нашлепками на траках не портят асфальт не портят траву и совершенно нормально он может иметь возможность от одной от одного шоу до другого или из гаража на фестиваль перемещаться своим ходом смотри какая несправедливо чуть раньше такое говорили про на что это у нас танки ездят по улицам у нас как видишь их даже в частных коллекциях немного а если я хочу вдруг купить не советский танк там т-34 или к а просто купить какой-нибудь западный танк привезти сюда в россию это реально со снятым вооружением ты знаешь какая штука мы такой час темы коснемся неприятный дело то что он сейчас сидим спокойно разговариваем про то а вот не ввести ли танк а ты знаешь что вот в данный момент в россию вообще нельзя ввести ни один алтаймер не танк вообще гражданский автомобиль седан кабриолет ничего не один они же не соответствуют евро 2 таможне говорили что должны быть какие-то подвижки или послабления в плане того что эти автомобили растамаживать не на общем они на общем фоне как какая штука должны быть должно из таможни и быть и с налогами из евро 2 и с осаго но этого нет и пока этого нет ходят только разговоры слухи ожидание но вижу для многих это бизнес реальный бизнес который людей кормят которые люди вложили деньги и которым люди серьезно занимаются и каждый день каждая неделя каждый месяц от этого ожидания он бьет людей не по карману по голове бьет людей то есть мы можем потерять вообще говоря мы можем серьёзно потерять вот эту вот культуру это вот этот слой людей которые стали эти автомобили покупать которые занимаются правильной реставрацией, привозят и так далее. Мы можем потерять этот рынок, может просто рухнуть, развалиться. Понимаю, о чем ты говоришь. Что-то было слышно по поводу такого варианта ввоза автомобиля, что он ввозится просто как антиквариат, и здесь уже он в стране превращается в антикварный автомобиль. Да, и на него не выдается паспорт транспортного средства. То есть это недвижимость получается? Это недвижимость. А кому это интересно? Это интересно, наверное, человеку, который поставил его где-то в подземелье свое, приходит туда и над златом чахнет. Но нам такие люди не интересны, они не образуют движение. Движение образуют люди, которые на ралли ездят на таких автомобилях. Или выставку куча показывают. Согласен совершенно. Если мы говорим про соответствие нормам евро 2, евро 3, евро 4, то Германия в этом плане, наверное, впереди планеты всей, в плане того, как они следят за соответствием автомобилей. Тем не менее, современных автомобилей. Тем не менее, олдтаймеры и даже такая категория у них есть, как янгтаймеры, там проходит совершенно по другой категории. И налоги на них меньше, и евро 4 их не касаются. Какие-то еще примеры есть зарубежные? Не только Германия. Ближе будем к нам. Не только Германия, Польша. В Польше. Она ближе к нам по менталитету, по всему. Там специальные номера. То есть, каждый автомобиль, которому 25 лет, владелец подает заявку в соответствующие органы Министерства культуры, которые заверяют, что автомобиль такой обычный, это 25 лет, коммерческий транспорт, автобусы, грузовики 40 лет. Там смотрят, насколько этот автомобиль редкий, можно ли его уже признать лдтаймером, ставят штампик. После этого ему, условно говоря, в польском ГАИ выдают правильные номера, он проходит правильную страховку. И ездит, и может участвовать в ралли, и везде у него особые номера. В Германии даже отдельную категорию выявили этих автомобилей. Называется Young Timer. Это тот, по-моему, кому тоже 25 лет или чуть меньше. А в Польше 25 лет это что? Это Old Timer или там нет категории? Ну, там есть самоход Забытковый. Соридный автомобиль. Понятно. Вот есть еще такое тоже поветрие яхты. Яхты держат по всему свету. Есть ли такие коллекционеры у нас в стране, которые держат свои автомобили, не в России, а за рубежом? Именно вот из-за этих проблем. К сожалению, есть. А где? И что привлекает в этих местах? Точно знаю про Германию, точно знаю про США. Других случаев мне неизвестно. А что привлекает? Стабильность и понимание того, что законы там вряд ли будут меняться так резко, как у нас. И человек не потеряет свою коллекцию, ее не реквизирует, не национализирует, не заставит его сдать металлолом, не заберут на фронт в случае локального конфликта. Ну, к сожалению. То есть из-за такого законодательства мы фактически сейчас теряем культурные ценности. Автомобили, которые вывозятся из страны и не ввозятся сюда потом. Я бы сказал так. Огромным потоком эти автомобили в начале 90-х, в конце 80-х вывозились просто баржами, эшелонами. Многие сделали себе огромные состояния на этом. Но были такие тенденции. Вывозились не только автомобили, вывозили все, что могло принести там пару-тройку сотен долларов. Сейчас тенденция пошла вроде бы как в обратную сторону. Вывозили автомобили, ввозили факсы и делали на этом огромные состояния. Мы купили коллекцию Фаберже. Сейчас появился у нас автомобиль уникальный Mercedes, купленный на ретро-классике за 3,5 миллиона евро. А я был в том году, когда это произошло. Я был как раз на ретро-классике. И там немцы на ушах стояли. И когда узнавали, обычно обмен визитками, смотрели русский, сразу усаживали и наливали. Потому что видели уже в каждом русском, но они ошалевшие были. У одного купили, в каждом русском уже видели покупателя. А вот, кстати, такой вопрос. Вот Евро-2 и пасхальный... Хорошо, я предлагаю к этому вернуться после небольшого перерыва. Вопрос такой, будут ли эти автомобили, такие как Mercedes 540K, будут ли они на следующий олдтаймер галереи? Ну, и предлагаю тогда посмотреть этот сюжет. Будут. Одним словом. Продолжаем обзор действительно уникальных автомобилей, которые были выставлены на последний олдтаймер галереи. Если мы говорим слово уникальный, просто нельзя не упомянуть микроавтобус старт. Хрущевская, оттепель, фильмы Гайдая, преклонение перед американским дизайном. Уникальнейший, действительно уникальнейший образец советского арт-деко. Тем более микроавтобусов таких остался только один. Их было сделано по пальцам пересчитать. Сохранился только один, вот этот. Несмотря на полукустарные методы производства, какие они еще могли быть на северодонецком авторемонтном предприятии, получилась очень оригинальная конструкция. За основу взяли ходовое 21-й «Волги». Дни уже фары, руль, приборы. А вот кузов, который помогали проектировать харьковские студенты-автомобилисты, свой. Причем пластиковый. Поэтому пятиметровая машина весила всего тонну 300 кило. Но именно этот кузов и стал главной головной болью реставратора. Фактически нам пришлось осваивать новый способ кузовных. Работать с абоксидкой, с марлиной и так далее. Из советской классики отметим еще два бесподобных ЗИЗ-110 «Кабрио». Один стоял на стенде Вячеслава Лена, настоящий парадный фейтон. Второй только что вышел из реставрационной мастерской «Молота в гараж». Качество реставрации традиционно высочайшее. Но в этом смысле просто нельзя не отметить работу еще одного мастера, Евгения Шаманского. Это опять же советская классика. Правда, создается впечатление, что из рук реставраторов выходит техника куда более высокого качества, нежели сходила с советских конвейеров. Вы знаете, мы делали мотоцикл как раз на октябрь. Постанавливали, вот действительно на экспозиции он есть. Когда мы его разобрали, мы сделали вывод, что так плохо сделать мы не сможем. Это очень сложно, так плохо сделать. Хватало на выставке потрясающих образцов западной классики, прежде всего британской. Тема дорогих, классических, эксклюзивных автомобилей напрямую связана с темами знаменитостей, которыми этими автомобилями теоретически пользовались. Вот хороший пример. Британский AC с очень редким для этой марки четырехдверным кузовом. Говорят, что вот за этим рулем 10 лет к ряду сидел никто иной, как принц Филипп, супруг ныне здравствующей британской королевы. А еще этот аристократически сдержанный салон помнит таких людей, как Питер Устинов и Питер Утул. Сейчас, правда, там сидит с трудом поддающийся идентификации субъект, однако даже если все эти рассказы про великих актеров и монарших особ, не более чем легенды, на ценности этого автомобиля сей факт не сильно отразится. Но вот где истинный сплав спортивных ноток, роскоши, эксклюзива и высокого стиля, так это в Bentley Continental с уникальным кузовом от Moulinair из коллекции старого времени. Много моделей Bentley было выпущено, но данная модель, она ориентир. То есть это машина, которая формирует вкус к формам которой возвращаются создатели Bentley. Это стиль. Илья, ну вот мы видели сейчас много наших автомобилей на этой выставке, а как дела обстоят у них, например, с тем же техосмотром? Как они его проходят, если официально проходить техосмотр? Официально его пройти невозможно. То есть это все, все эти случаи, это какое-то исключение из правил? То есть это талоны техосмотра у них есть у всех, поскольку владельцы все очень правильные люди и очень любящие закон. Но, конечно, есть такое понимание, что автомобиль должен соответствовать такому состоянию, которое он имел на момент выпуска. Если у ГАЗ-67 не было гидравлического усилителя тормоза, механический тормоз, то так тормоза и должны оставаться механическими. Если не было сигналов поворота задних, например, а и передних часто тоже, а сигналы должны были подаваться рукой, согнутой в локте и так далее. Ну, помнишь эти учебники старые? Я помню, помню. То так и должно оставаться, по идее. Ну, понятно. Помнишь, наверное, бум с красными фонарями? Даже по тому же сюжету, который мы сейчас видели, да и на наших «Волгах» много красных фонарей. Теоретически даже Владимир Владимирович Путин мог лишиться возможности прокатиться на своей любимой 21-й «Волге». А если бы он поставил на свою «Волгу» дополнительные желтенькие фонарики, то над ним бы смеялось... Смеялись бы все принимающие люди. И так смеялись над автомобилем, который на дисках таких пацанских. Но, конечно, такой автомобиль испортит. Не будем трогать ту «Волгу», а просто, скажем, об абстрактном автомобиле, конечно, на него поставить что-то дополнительное в угоду постоянно изменяющимся законодательству, но это тогда превратить его просто в елку в какую-то рождественскую. Ну, это как ставить стеклопакет на усадьбу 15-18 века. Да, да, да. Это скверно. Ну, вот мы сейчас говорим о том, что автомобиль такой должен быть аутентичным. Он должен быть точно таким же, как он вышел с конвейера 50-60-70 лет назад. А что происходит с рынком запчастей, чтобы поддерживать автомобиль в таком состоянии? Отечественной. Ну, не только отечественной. На отечественной автомобиле можно еще очень многое найти. Очень многое найти иногда на армейских складах что-то находится. И, как ни странно, и для гражданских автомобилей тоже, и для «Зимов», и для «Волк-21», и для «Козликов». У нас в старом времени, помнится, не было такого понятия «гражданские автомобили». Да, 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 да. Водитель для веры. Это же фактически был «Зим» военным. А с зарубежными автомобилями все проще. Есть огромное количество ярмарок в той же Польше, в той же Германии. Ветерама крупнейший из них, крупнейший в Европе ярмарковый. Выставка «Базар», куда люди приезжают и ходят три дня. Гектары она просто занимает, ходят и ищут. Это выставка, это детали именно те, которые ставились на эту машину когда-то давным-давно? Или это новодел, в точности повторяющий те формы? Приведу конкретный пример. Два года назад я участвовал в ралли на «Пагоде» 1964 года. Это «Мерседес-230СЛ» «Пагода». Я был очень увлечен на дистанции, не вписался в поворот, был еще гравий в повороте. Я обгонял в повороте, не вписался, вылетел в поле. И все бы ничего, но у нас в полях бывают артефакты всякие. В данном случае я напоролся на петлю троса с руку толщиной. На заботливо припаркованный трактор. Да, и эта петля хлестнула по машине, разбила фару, погнула бампер. Ремонт обошелся мне в 4000 евро, но это все мелочи по сравнению с тем, что нужно же достать запчасти. У меня так сложилось, что была как раз командировка в Германию на ветераму. И я решил совместить приятное с полезным и поискать запчасти на эту машину. Я прошел все эти круги, но не круги ада, ни в коем случае. Это приятно все. Это приятно, за исключением того, что надо в какой-то момент достать деньги и расстаться с ними. А вот поиск очень приятный. Это тоже должно быть ставить удовольствие. В конечном итоге в специализированной фирме, которая под эгидой, под брендом Мерседес торгует, то есть своеобразный Мерседес Classic Center, я приобрел фару. Я приехал, сделал заказ, мне сказали, что сейчас нет. У меня самолет через 4 дня, завтра в 9 утра будет. Но это самая фара, или фара очень похожая на ту? Та же, нет, та же. На том же оборудовании, из тех же материалов сделано. На том же заводе клеймо у нее 2004 год. То есть у них остались все те лекала, по которым они делали запчасти? Потому что Пагода, так же как Мерседес 190 SL, так же как Ягуары, наиболее распространенный марк, они участники, если посмотрим список участников любого ралли серьезного, 2000 километров по Германии, мили-мили, все что угодно. Там таких автомобилей некоторое количество. Они активно участвуют в слетах, фестивалях, ралли, парадах. Естественно, запчасти периодически нуждаются в замене, машины нуждаются в ремонте. И это нормально, для этого существует такой рынок. Бывают крайние случаи. Я на одном шоу в Британии, на военном шоу, видел огромный тягач ФАМА, который, собственно говоря, мог из болота тигр вытащить. Огромный полугусеничный тягач. Его совершенно человек восстанавливал из дров, из полностью разрушенного состояния. И самое главное, что он гордился, что все воссоздано, как должно было быть. И по фотографиям действительно все это можно было излучить. Значит, собственно, главный принцип восстановления автомобиля. Да. Так вот, тент. Человек рассказывал, как он пошил тент. А там огромного размера этот тент. Он просто-напросто выяснил в архивах. В Германии архивы, почему-то, несмотря на оккупации, пожары, рейхстага и так далее, архивы хранятся каким-то образом. Посмотрел в архивах, где... Во-первых, нашел завод, где выпускалась сам эта ФАМА. И в архивах, заводских архивах нашел, где выпускались тенты. Они, оказывается, шились в Польше на таком-то оккупированном заводе, в таком-то оккупированном городе. И он обратился туда, ему нашли... В Польше тоже хранят архивы, архивы, чертежи. Ему нашли чертежи этого тента. Сказали, что сейчас такое не выпускают ткань. Но, в принципе, могут за определенные деньги наладить станки и выпустить ему сколько ему нужно метров такой ткани. В результате выпустили ткань, сшили тент. Он, ну, это же тот же самый, просто некоторая отсрочка по времени. Просто на 60 лет позже, но то же самое. Ну, хорошо, а это все его усилия? Или он находится эти вещи как-то через клубы? Как вообще алгоритм этого поиска в Германии? Кто, кто, как? Нет, ну, в Германии... Ну, это все равно, что... Как я хочу, например, купить мобильный телефон? Я могу его найти разными способами. Могу в Яндексе поискать, могу в магазин заехать, могу к друзьям обратиться. Могу в старинных немецких архивах, да, временем Второй мировой войны. Масса вариантов. Это не представляет никакой сложности. Иногда это даже бывает скучновато. Поэтому люди заводят себе машину посложнее что-нибудь. Заводят машину начала века. Что-то такое постарее, чтобы подольше. Вот это же хобби, оно же должно удовольствие приносить. А удовольствие приносит только то, чего долго ждешь и с трудом получишь. Согласен с тобой насчет скуки. Зато, на мой взгляд, у нас все это очень весело. Потому что у нас нет ни информации, ни каких-то чертежей, ни тем более архивов. Как у нас все это происходит? Благодарю, что есть люди, которые всем этим болеют, которые всем этим озабочены, которые все это хотят двигать. Ведь это главное. Ну, были бы архивы, а людям бы это было неинтересно. А вот смотри, какая ситуация. Когда на нашу выставку попадают иностранцы, они обращают внимание на одну вещь. И всегда об этом говорят. Говорят, у нас нет такого количества молодых ребят. Ну, молодых, но уже такого дееспособного возраста. То есть, от 15 до 25. Говорят, вот это и молодежи. А на наших выставках этого нет. Говорят, у вас огромный потенциал. Если такие молодые ребята интересуются, это огромный потенциал. Я говорю, да что они не разбираются. Они приходят поглазеть, а у нас и поглазеть, говорят, не приходят. Ну, понятно. Тот же потенциал, который у нас приходит на эти выставки, его уже надо развивать, его поддерживать. Для этого должны какие-то быть клубы, журналы. Но вот в той же Испании, например, не самая популярная страна с точки зрения старинных автомобилей, там порядка трех изданий. В Англии их вообще порядка 30. Порядка 30 журналов в Англии. У нас что с этим происходит? С клубами и с теми журналами? Ну, клубы есть и по отечественным основным маркам. Есть клуб Победы, клуб 21-я Волга, Москвич, клуб, даже несколько москвичевских клубов. Там в основном молодые ребята, потому что отечественные автомобили в основном молодые ребята покупают, они подешевле. И есть также клуб Порше России, Volkswagen, Mercedes. Нет, с клубным движением оно есть. Оно может быть не столь активно. У нас, мне кажется, клубное движение, оно несколько виртуальное, потому что это люди, которые переписываются, не имеют даже своего какого-то клубного дома, где можно собраться, которые переписываются по интернету и встречаются, ну, там, наверное, от силы два раза в год. Да, или участвуют в галерее. Вот у нас, наверное, 5-6 клубов. Ну, в галерее, да, еще одна точка, где они могут пересечься. А вот так, чтобы помещение... Ну, пожалуй, да. Если представительство конкретной марки, там, скажем, Mercedes, не патронирует свой клуб и как-то не вкладывает в него и не пестует его, то да, в общем, это все превращается в такое виртуальное. Тут я полностью согласен, как повлиять на эту ситуацию. Наверное, только время на нее повлияет. Все, тенденция идет правильная. Ну, те же клубы и те же журналы, я не зря их коснулся, это некие двигатели для любого движения практически. Это какая-то информация, это какие-то события, какие-то мероприятия. Как же у нас будет рынок развиваться, если у нас нет толком ни клубов, ни изданий на эту тему? Ну, с изданиями это вообще отдельная песня. Ну, можем остановиться на этом. Да, было 2-3 попытки создания такого специализированного журнала по классическим автомобилям. Сейчас в России только один такой есть журнал, это Mercedes Classic, но он в силу своего названия узкоспециализированный. Во-первых. И во-вторых, тоже поначалу хотели его издавать раз за два месяца или раз в квартал, а теперь раз в год. Ну, а раз в год, это будем откровенно, это не журнал, это альманах какой-то или что-то, ежегодник, там, не знаю. Раз в год, в общем-то, календари перекидные издаются только. Я тоже пытался заниматься таким... Ну, это я помню, был такой журнал «Игрушки для больших». Вышло 32 номера, и я не знаю, когда выйдет 33-й. Ну, хорошо, ты, собственно, сам как участник этого рынка, не только как галерейщик, но и как издатель журнала тематического. В чем проблема, с чем сталкиваешься? Из-за чего у тебя такой вопрос, когда выйдет следующий номер? Тем же, с чем сталкиваются все журналы в России, это идиотская система распространения. То есть, не запроданные журналы платят деньги издателю, а издатель платит деньги точкам распространения, чтобы он на витрине там... К сожалению, знакомые, да, но не в этот ли момент надо подключать клубы, чтобы журнал и клубы были друг для друга, ну, такой вот... Возникала какая-то синергия. Журнал не живет без клубов, клубу тяжело жить без журнала. Вот смотри, какая штука. Я ведь не похож на слишком такого человека, ну, пассивного, что ли, да. Я вот похож, наверное, на ту мышку, которая взбивает масло там или сметану, да, попав в молоко. 32 номера – это очень большой отрезок моей жизни. 30-32 номера журнал. Каждый из них, это был как вот боль. Бод и кровь, да, понимаю. Вот, и я не смог это сделать. То есть, кто-то сможет. Я не смог и... Не, ну, если такой человек, как ты отказался от этой вещи, или как... Хотя я очень этим болел, мне очень жаль этого, я бы хотел сейчас... Скажем так, если даже такой человек, как ты приостановил, то, ну, наверное, давай переключимся пока от боли и тяжелых вещей. Давай все-таки вернемся к рынку антикварных автомобилей. Какой самый дорогой автомобиль антикварный прошел через твои руки, ну, не как владельца, а что ты знаешь об этой покупке? Самый дорогой. Вопрос сложный, потому что, ну, наверное, 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 если говорить об участниках нашей галереи, то это, наверное, Кадиллак 16-цилиндровый, который стоял на прошлой галереи. Автомобиль периода Аль Капоне, 16 цилиндров, огромная мощность. Это потрясающе красивый автомобиль. Пожалуй, он был одним из самых дорогих автомобилей, которые у нас участвовали. Но уже на ближайшей выставке будет точно такой же автомобиль, но с гораздо более редким кузовом Родстер. Хорошо, вот у нас, если брать автомобили Хорхи, Мерседесы, даже те же Бентли, в принципе, достаточно много. Но возьмем такой автомобиль Бугатти, их всего два. Почему? Это вопрос цены, ну, что, наверное, вряд ли цена при такой вот исторической ценности. Или это все-таки вопрос вкуса? Это вопрос вкуса и некой такой, не хочу стадности говорить, да, но какое-то желание следовать каким-то примерам и боязни ошибиться. Коллекционеры иногда осторожничают излишне, да, то есть берут какие-то марки, в которых уверены. Я более чем уверен, что покупка Бентли Спидсикс, который, кстати, у нас участвовал в ралли, который мы организуем, он, наверное, был навеян несколькими пробегами принца Майкла Кенского на таких автомобилях по России. То есть есть равноценные примерно автомобили Бентли Спидсикс, например, 30-го года и Бугатти того же периода. Но на Бентли три раза по России проезжал Майкл Кенский, и вот эта вот марка уже к России чем-то привезла, она уже чем-то интересна. Она уже, как бы, помимо того, что она исторична, она еще и исторична. Ведь проезд принца Майкла Кенского – это тоже уже какая-то история, которую мы будем там через 10-20-30 лет вспоминать. Вот, то есть исторический пробег, да, через всю страну. И, наверное, человеку интересно вот такой автомобиль привезти, а Бугатти ему менее знакомо, менее… Вот для него в этом слове, в этом звуке меньше заключено. В чем я не мог никогда заподозрить владельцев таких антикварных автомобилей – это в стадности. А тут помнишь, как выражение, чем отличаются любители виски от любителей пива? Любители виски никогда не ходят строем. То есть, по идее, эти люди должны быть настроены немножко на другие ориентиры. Ну, как бы, кто-то ездил, да, кто-то был чем реже, ну, на мой взгляд, тем должно быть интереснее. Вы же покупаете не серийную машину, которых там, ну, не Ford Focus 2, бестселлер прошлого года. Вы покупаете машину, которая в идеале должна быть там, ну, чуть ли не одна на планете. Почему же тогда не обратить внимание на эти марки? Ну, все движется. Обращают. Не было же Италы в России. Вот Итала 2012 года появилась, вот только что ввезена. Причем как ввезена? Куплена на аукционе в Монте-Карло и доставлена в Москву самолетом. В Шереметьево. Ну, это говорит о чем-то. Да, то есть, человек, видимо, не очень торговался, если покупал с аукциона, хотя мог бы найти в каких-то других местах, поторговать с аукциона и доставить, что это особенный шик, потому что в магазине или там на салоннику перенетат. И оставил самолетом Шереметьево тоже особый шик. Ну, вот таких людей мы и любим. Вот такие люди, вот хорошо, когда это так проявляется. А когда богатство, одних людей приносит в страну какие-то достояния. Согласен. Дай бог, дай бог, чтобы такие люди были и ездили на таких машинах. Потому что, ну, ездили, кроме всего прочего, классические ралли. Это же звезда, вот эта звезда всего этого движения. Давай посмотрим с тобой следующий материал, который подготовил мой коллега Андрей Леонтьев, как раз по поводу классических ралли. Российский классический ралли отмечают уже свой четвертый сезон. И если четыре года назад на старте собиралось по 10-12 машин, и это был маленький праздник, то сегодня на старте ралли классику уикенд или на старте ралли 13 дорог собралось более 40 машин. И это уже большой спорт. Вы можете выбрать любой стартовый номер при условии, что он будет 13. Это был один из вариантов обыгрывания несчастливой цифры, придуманной организаторами ралли 13 дорог. Впрочем, были еще и технические номера, которые фигурировали в протоколе, но все остальное не было притянуто за уши. Действительно, одно из самых продолжительных в этом году классик ралли проходило по 13 подмосковным шоссе. 13 участков по 13 километров в каждом. Несуеверных оказалось много. 49 экипажей, пока абсолютно рекорд за всю историю российских классических ралли. При этом неверящий в приметы народ прикатил из Белоруссии и на потрясающем понтяке Бановили 65-го года из Украины, на феерично отреставрированной чайке. Кстати, отечественных автомобилей было на сей раз тоже изрядно, причем особенно порадовало обилие 21-х луг разных лет выпуска. Как-никак, это год юбилейный для самого харизматичного отечественного авто. 50 лет. По регламенту допускались автомобили до 75-го года выпуска, а не до 70-го, как в большинстве ралли, что обеспечило, наконец-то, полноправные выступления не менее замечательным автомобилям, таким, например, как Андроповский ЗИЛ Людмилы Лен. Занятно, что супруг Людмила Вячеслав выступал отдельно на «Шевроле Корветт» второго поколения. Кстати, с дебютом. Помимо этого, отметим еще и первое спортивное крещение победы «Кабрио» Ленида Ермольника и «Кадиллака» Владаев Руссии. Хоть машина еле-еле вписалась в возрастные ограничения, молода еще. Это последний из «Магикан», напоминающий нам о той эпохе, когда требования по безопасности не поставили крест на полноценных кабриолетах, сделанных в США. Ну а в остальном, все, как обычно, главное правило – точность, вежливость королей. Опережение или отставание от графика, движения караются штрафными очками, максимальную скорость и водительское мастерство нужно было демонстрировать лишь на слаломе. Самыми пунктуальными оказались Сергей Несвит и Игорь Захаров. Сортовавшему предыдущие выходные ралли «Классик Уикенд» повезло меньше с погодой, зато участников отбоя не было. При этом в Третьяковском проезде собрались автомобили, достойные ведущих аукционов. Владельцы «Бентли» сколотили даже отдельную команду. Их, к примеру, последовали «Мерседесовцы» и владельцы автомобилей «Джемовских марок». При этом костяк команды «Джема» составила коллекция неутомимого энтузиаста классических авто в целом и американцев, в частности, Евгения Ярославского, который вернулся в «Классик Ралли» со своей флотилией с «Кадиллаков», «Шевроле», «Импало» и «Апача» после пропущенного сезона. Ну а лично нам это «Ралли» больше всего запомнилось дебютом прославленного советского ролиста Юрия Рисовского, который в свои 74 вывел на старт огромный «Роллс-Ройс Фантом 5» так же легко, как 36 лет назад «Москвич» на старт марафона «Лондон-Мехико». И уверены, что к многочисленным и еще не побитым рекордам и победам Юрия Лисовского добавятся и те, что далось завоевать в «Классик Ралли». Сезон только в самом разгаре. Ну а на верхнюю ступеньку подиума в Барвихе поднялись Сергей Геращенко и Вадим Шнейдер. Ну, мы не зря посмотрели именно это «Ралли», потому что, насколько я знаю, ты был организатором этого «Ралли». Давай попробуем узнать, что же за правила. Какие правила этого «Ралли»? Во-первых, «Ралли старинных автомобилей» – это не гонка. Это соревнование не на скорость, хотя время имеет значение. Экипаж должен не запутаться в легенде, то есть в ориентирах, которые изложены в дорожной книге, по этим ориентирам правильно из пункта А в пункт Б, С и так далее перемещаться и на каждом участке показывать определенную среднюю скорость, что контролируется судейскими пунктами. Ну, что секреты делать из-за того, что это такое за «Ралли»? Мы с тобой, помню, как-то вместе тоже участвовали практически в одном таком же. Что нужно все-таки, чтобы принять участие в этом «Ралли»? 1975 год – это такой год достаточно странный. То есть, с одной стороны, это может быть копейка, на которой в остальное в свободное от «Ралли» время возят арбузы. А с другой стороны, что это вообще за автомобили? На копейках уже не возят арбузы. Арбузы возят уже на пятерках, на семерках. BMW еще скажет. Нет, дело в том, что год выпуска подразумевает, не подразумевает отсутствие фейс-контроля и отсутствие технической инспекции на старте. Ну, а что включает в себя фейс-контроль, ну и особенно техническая инспекция? Что это такое? Проверка узлов агрегатов на оригинальность, чтобы автомобили были, по крайней мере, мы, конечно, не можем докопаться до каждого винтика и не ставим такую цель себе. Но автомобиль должен быть правильного внешнего вида, без каких-то дополнительных прибамбасов, потому что любит очень заявляться. Ну, о состоянии этого правильного вида? Там нет дополнительных прибамбасов, но общий вид такой, что вызывает только сожаление. Ну, нет, конечно, мы же праздник делаем. Мы же делаем праздник и для участников. Они должны себя чувствовать достойно. Рядом с достойными людьми, с достойными машинами. И для жителей города тоже праздник. И это должны машины быть соответствующие. Поэтому, конечно, и москвич может участвовать в нашем ралле. У нас нет такого отсева, как у других организаторов по маркам. И москвич, и запорожец. Пожалуйста, лишь бы год выпуска соответствовал. Но полностью оригинально. Хорошо. Вопрос такой. Мы говорим сейчас про дополнительное оборудование. Если брать нашу поиску с тобой, у нас там не было никакого дополнительного оборудования вообще. Ни GPS-ов, ни трипмастеров. Только одометр и несколько обрывочных карт. Как в России? Можно использовать что-то из области GPS? Нет. В таких ралле вообще нет. Только стандартное оборудование автомобиля. Только штатный одометр. И калькулятор, пожалуйста. Счеты, арифмометр. Ну, а карты? Пожалуйста. Нет, карты, пожалуйста. Конечно, конечно. Просто никакой электроники. Никаких сложных электронных приборов. Никаких спидмастеров. Ничего того, что могло бы оскорить память историческую. Витающую над этими автомобилями. А идея, победитель этого ралли, кто? Кто быстрее всех приехал, кто красивее всех выглядел? Кто был точнее, кого не подвела машина и кому повезло. Ну, на этом ралле уже не определяется красота самого автомобиля, на котором участвовала команда. Это уже отдельная история. Нет, это отдельная. Это называется конкурс элегантности. И мы тоже такие вещи очень любим, участвуем, проводим и так далее. Но ралли – это все-таки спортивное соревнование. И этим все сказано. Хорошо. Но у нас пока можно говорить только о таком олдтаймер-ралли. В других странах, насколько я знаю, классические автомобили принимают участие и в кольцевых гонках. То есть, например, если некий абстрактный автомобиль Феррари участвовал в гонках 24 часа Лимана, то она опять выходит на старт, едет по кольцевым, по 4, на тот же пример, выходит на старт и едет, из машины выжимаются практически все ее возможные силы. Как у нас с этим? По идее, сейчас появилась и трасса в Мечково, но достаточно безопасная с точки зрения классических автомобилей. Рановато еще. Чего подождем? Рановато. Подождем, когда все владельцы привыкнут к тому, что есть вот такие спокойные ралли, и можно вводить уже вот такие экстремальные соревнования. Рановато пока. Пока еще все-таки нам даже исторические ралли стали проводиться вот так постоянно, и чемпионаты организовываются. Это, в общем-то, года три назад. Ну, а ты считаешь, что у нас страна развивается обычными европейскими темпами? Периоды подготовки к очередному этапу. Надо вводить поправку на наш безбашенный менталитет. Мы же все очень, мы же очень все такие люди, не знающие меры. Нам только это объяви, так начнутся такие соревнования. Я боюсь, что это превратится в известные всем гонки на выживание, где, не умаляя достоинства организаторов этих соревнований, в общем-то, олдтаймеры, которые там участвовали. А было же, ну, лет 10 назад, да, постоянно показывали гонки на выживание. Там тоже, в общем-то, и участвовали и вандереры, и гномак, и отечественные классики. Но это нельзя уже классики назвать. Тогда отношение к этому немножко было другое. Ну, хорошо, если мы говорим о том, что действительно классическим автомобилям еще рано принимать участие в таких гонках, ездить у человека у некого автомобиля, например, Ford Sierra Cosworth полноприводный. Это еще не олдтаймер, он не может принять счастье в вашем ралли. Ну, если говорить немецким языком, как это модно, то это уже янгтаймер полноценный. Что ему делать? А сколько лет автомобилю? Ну, 82-й год выпуска, икона английской автомобильной промышленности. Ну, либо подождать лет 5, либо ехать туда, где такие соревнования проводятся. Вот, кстати, по поводу кольцевых гонок. Вот таких желающих, вот если бы мы сейчас объявили такие гонки, желающих бы нашлось 3-4 человека. Вряд ли больше, я не знаю больше. Нет, ну... Они вполне могут поехать в Германию и там погоняться, если уж на то пошло. В конце концов, ведь можно приехать на ралли. Вот, пожалуйста, гравийное ралли. Я участвовал и смотрел. Значит, настоящее ралли, машины с каркасами, со всеми требованиями безопасности по Финляндии, по гравию. Настоящее спортивное ралли на ултаймерах. Можно вполне организаторы представлять такой сервис, что приезжает человек без машины, за 5000 евро арендует машину вместе со страховкой на ралли и гоняется. Ну, хорошо, с автомобилем более-менее понятно, но в Европе там же есть и ралли другой техники, и другая историческая техника. Она тоже как-то участвует в каких-то соревнованиях, ну, пусть там и не на количество лошадиных сил, но все-таки, что у нас с этим? У нас же вообще ничего не происходит, ну, кроме единственного ултаймера ралли. Пока не происходит. А три года назад и этого не было. Три года. А пять лет назад и галереи не было. Ну, мы же движемся, мы же... Ну, мы уже договорились, что ты у нас галерейщик, человек, который во многом определяет моду. Какие у нас перспективы, куда все-то движется? Если не ты, то кто нам расскажет? Вот, послушай, я сейчас... У меня остается, да, очередной ултаймер галереи, которая седьмого по десятое сентября состоится уже в кругсе, кто если не знает. Остается три дня. Я вместо того, чтобы сейчас готовиться, да, мы вот сидим, разговариваем, замечательно все. Я вот сейчас встану, вот мы закончим, я встану и поеду готовить галерею, ралли. Есть уже мысли дальше, 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 дальше. Мы развиваемся. Я не могу сейчас не отвечать за других, не могу давать каких-то прогнозов. Мы каждый день что-то делаем. Я не требую от тебя пятилетку за три года. Мне интересно просто было узнать от тебя, какие перспективы, как ты оцениваешь. Потому что та же галерея, да, это все замечательно. Я думаю, люди найдут время, придут и посмотрят, что это такое. Но, тем не менее, какие перспективы? Перспективы самые радужные. Если говорить серьезно, то мы стоим сейчас на пороге колоссального скачка этой темы. Колоссального. Просто вот если законодатели отменят еще некоторые совершенно нелепые ограничения, то это будет прорыв, это будет подъем, и тема заиграет. Ну, должен человек, который возит в страну такую технику, должен окружаться почетом и любовью. Вот вез в Виксельберг яйца Фаберже, и как он поднял сразу свой рейтинг? А почему автомобили такие возить не дают? Представляешь, таможенник бы сказал про яйца Фаберже, а у них истек срок годности. Их нельзя ввозить в страну. Хорошо, я понял, что ты торопишься готовить галерею. Давай тогда на этом прощаться. На всякий случай, я напомню зрителям еще раз, с нами был известный автомобильный галереечек Илья Сорокин. Еще увидимся с Сорокиным не один раз, потому что с этим человеком нам есть о чем поговорить. Всего хорошего, спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова